Здравствуйте! Вы смотрите программу «Управдом». Программу, которая помогает и делает вашу жизнь комфортнее. Мы принимаем ваши вопросы по телефону редакции и в социальных сетях. А мечи жаловались нам на нарушение правил благоустройства и аварийные деревья. Как мы решали эти проблемы? Смотрите сегодня в выпуске. Захламил улицу и думает так и надо. Как администрация наводит порядок? Деревья кронировали, детский сад и люди спасены. Что дальше? За помощью в нашу редакцию обратились амичи, проживающие на улице Горького. Один из соседей сделал из общественной территории склад строительных материалов. Гора бетонных плит и щебень загородили пешеходную зону и людям приходится проходить по дороге, по проезжей части. Находиться в одном потоке с автомобилями и так опасно. А в дождь грунтовку еще и размывает и она превращается в месиво из грязи. Как заставить соседа соблюдать правила благоустройства? Смотрите в нашем следующем материале. Жители домов по улице Горького вынуждены лавировать между бетонными плитами, блоками и горами щебня. Почти год назад сосед развернул на своем участке большое строительство, а стройматериалы почему-то складировал на общественной территории, перегородив пешеходную зону. Добираться до остановки или магазина местным жителям приходится прямо по проезжей части. Они рискуют жизнью. Дождь делает эту миссию практически невыполнимой. Грунтовку размывает, приходится передвигаться по грязи. Просьбы соседей очистить участок владелец стройматериалов игнорирует. Да, ему что говоришь, что не говори бесполезно. Он сам себе на уме. И никого не слушает. Не оказалось владельца стройматериалов на месте и во время визита съемочной группы, программы управдом и сотрудников департамента контроля. Новая структура создана в администрации Омска в апреле этого года. Специалисты ведомства должны отслеживать нарушения правил благоустройства и соблюдение порядка на городских улицах. Согласно решению Омского городского совета под номером 45, складирование строительных материалов на общественной территории запрещено. Сотрудник департамента контроля фиксирует нарушения. Будут в настоящее время подготавливаться запросы о том, кто является собственником земельного участка, в конкретном случае, примыкающего к индивидуальному жилому дому в непонятном пока что состоянии. И, соответственно, будет по требованиям кодекса об административных правонарушениях данное лицо извещено о том, что у него имеется нарушение. Виновнику грозит штраф до 4 тысяч рублей. Если в течение 10 дней после вступления решения об административном правонарушении в силу хозяин не оплатит штраф и не уберет строиматериалы, сотрудники департамента контроля могут вновь составлять акт. Повторный штраф будет уже 5 тысяч рублей. Ну, ради наведения порядка и по просьбам руководителей муниципалитетов и местных жителей депутаты ЗАГСобрания и приняли предложенный мной 32-й закон. Теперь посмотрим, как он будет работать. Будет ли убран мусор? Хотя я предлагал куда большие штрафы, чтобы нарушитель сразу почувствовал на себе то, что мешает всем жителям района. Тогда за таких нерадивых строителей выступали члены КПРФ. Активно сопротивлялись закону. Теперь дело должно исправиться. А вот в микрорайоне на улице Туполева жильцов беспокоят аварийные деревья. При ветре ветки падают прямо на головы прохожих. Трухлявые стволы ломаются, а мечи опасаются за свои жизни и имущество. На придомовой территории аварийные деревья, по заявлению жильцов, кронирует управляющая компания. Но в данном случае деревья расположены на территории детского сада. Кто должен ликвидировать опасные объекты, выясняли наши корреспонденты. Массивные стволы и широкие кроны – эти деревья только выглядят крепкими. На самом деле, 40-летние насаждения давно начали превращаться в труху. Стоит подуть ветру, прохожих обсыпают ветками. А жильцы соседнего дома обеспокоены. Высокие тополя буквально стучат в окна. Мы уже года два боремся, чтобы там снесли. Они огромные. На наш дом упадет, тоже мало не покажется. Там и балконы, там и жилье все наше. Мы сами за себя переживаем уже. Пострадать может не только жилье, но и местные детвора. Деревья растут на территории детского сада. Один из тополей развалился на части во время майского урагана. И в таком состоянии находится до сих пор. Сотрудники детского сада огородили его лентой. Сомнительное препятствие для дошкольников. Своими силами очень много делаем. Обрезку деревьев делаем. То есть то, что возможно нашими силами, силами сотрудников. Мы это все выполняем всегда в весенний период. На корнирование и снос этих аварийных деревьев нужно около 100 тысяч рублей. Во всех инстанциях местным жителям сообщали – денег нет. Тогда мячи обратились в редакцию программы «Управдом». Вышла передача и телефончик. Можно позвонить, попробовать. Владимир Борисович срубочку взял. И вот как-то мы с ним после этого начали контактировать. И вот пошел результат. В департаменте образования пообещали решить проблему в ближайшее время. В 2022-м впервые за последние 4 года из городского бюджета планируют выделить средства на кронирование и снос аварийных деревьев на территории образовательных учреждений. Нами направлена дополнительная потребность на рассмотрение заседания городским советом о выделении средств именно на эти цели. Сегодня состоялось заседание городского совета. Как только к нам поступят финансирования на эти цели, в кратчайшие сроки будут проведены работы. Агрономы вынесли смертный приговор девяти тополям и одной березе, растущим на территории детского сада номер 359. Работы по сносу деревьев обещают завершить уже осенью. Здесь деньги нашли. С аналогичной проблемой в нашу редакцию обратились амичи из разных уголков города. Например, жалоба поступила на аварийные деревья на территории 23-го детского сада. Будем выяснять, предусмотрено ли финансирование для этого образовательного учреждения. А сейчас с нами на связи наш эксперт Никита Дюкарев. Он ответит на вопросы телезрителей. Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну и первый вопрос как раз про аварийные деревья. Елена Марохина спрашивает. У нас во дворе по улице 2-я Затонская, дом 27, в начале лета упало дерево. Разделилось оно на две части. По счастливой случайности никто не пострадал и никого не зацепило. Кроме проводов. Приехали сотрудники управляющей компании и сказали, что уберут вторую часть. Прошло уже три месяца. Обращались в администрацию. Собирали подписи, документы. Но дерево стоит. Рядом находится садик. И под этим деревом очень часто проходят дети. Страшно подумать, что может случиться. Что нам делать и куда обращаться? Поскольку вы уже обратились и в администрацию, и в управляющую компанию, а они бездействуют, то такое бездействие необходимо обжаловать прокуратуру, обратившись с письменной жалобой для устранения выявленных нарушений и проведения проверки. Прокуратура по факту проверки выявит виновное лицо, ответственное за данное нарушение, обяжет его это нарушение устранить, а также привлечет к административной ответственности. Анжелика Иванова, проживающая на бульваре Победы, спрашивает, у нас в подъезде ходят люди и представляются сотрудниками газовой службы. Мне, говорит она, проверили плиту, сказали поменять шланг. Я согласилась, они поменяли шланг. Я оплатила работу, потом позвонила в Горгаз. А там сказали, что это мошенники. Как теперь быть? И если шланг не удовлетворяет всем требованиям, что с ним делать? Управляющие компании обязаны содержать и ремонтировать внутридомовое газовое оборудование, поэтому рекомендую вам обратиться с заявкой в вашу управляющую компанию на обследование вашего газового оборудования, которое находится в квартире, поскольку может возникнуть аварийная ситуация. Специалисты проведут осмотр и в случае необходимости отремонтируют, либо заменят то оборудование, которое изначально было заменено теми лицами, которые не являются подрядчиками между управляющей компанией и домом. Анна Леонидовна проживает на 50 лет в ЛКСМ дом 5А. Спрашивает, в дождь у нас все время бежит вода внутрь балкона. Он застеклен. Вызывали сотрудников управляющей компании. Они говорят, что проблема у соседей. Но как нам заставить соседей все решить и исправить? В вашем случае необходимо требовать у управляющей компании составления акта фиксации затопления вашего балкона, а далее обращаться с претензией к собственнику помещения, которое расположено выше, а также управляющую компанию с требованием устранить нарушения. В случае бездействия вы можете либо обратиться в Гражданской области с жалобой на бездействие указанных лиц, либо обратиться в суд с иском к собственнику помещения выше и к управляющей компании с требованием устранить нарушения. Валентина Шевелева проживает на 2-й совхозной 87Б. Спрашивает, во время ливня в нашем аварийном двухэтажном доме обвалился потолок на верхнем этаже. Теперь люди боятся жить в таком доме. Что делать и куда обращаться? В вашей ситуации необходимо незамедлительно обращаться в аварийную службу вашей управляющей компании либо в единую дежурно-диспетчерскую службу города для оперативного устранения последствий аварийной ситуации. Что касается вашего аварийного дома, то стоит отметить, что по закону у вас есть право обратиться к муниципалитету с иском с требованием выкупа вашего аварийного помещения либо с требованием о предоставлении вам иного помещения взамен того, в котором вы проживаете. Ну а теперь наша традиционная рубрика «Видео вопросов». Вот посмотрите, это санитарная площадка в одном из дворов в центре города. Подъезжают автомобили и посторонние люди, сгружают свой хлам, шины, строительный мусор. Это уже в промышленных масштабах. Как с этим бороться, спрашивают люди. За неправильное обращение с отходами нынешним законодательством предусмотрена административная ответственность. Поэтому в вашем случае необходимо данные видеоматериалы направить в полицию, написав заявление. А в будущем есть возможность предпринять следующие действия. Это организовать видеонаблюдение для того, чтобы можно было фиксировать таким же образом автомобили и их номера, которые складируют строительный мусор на контейнерной площадке. Либо физических лиц. И уже также обращаться в полицию с данными видеоматериалами для привлечения этих лиц к административной ответственности. Либо организовать ограждение данной контейнерной площадки, которая будет препятствовать доступу третьих лиц к ней. Спасибо Никите Игоревичу за исчерпывающие ответы. До свидания, Владимир. До свидания, уважаемые телезрители. Ну а на сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Пишите нам в группах в социальных сетях и звоните по телефону редакции. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова